Счастливое детство А тема сегодняшней встречи – счастливое детство Что такое счастье? Что такое счастливое детство? Какова роль родителя и образовательных пространств в том, чтобы это счастливое детство случилось? Обсудить эти вопросы к нам пришла Ольга Константиновна Пронина, создатель клуба «Счастливых детей» «Инка». Здравствуйте, Ольга Константиновна! Здравствуйте, Катя! Начать хочу с самого простого вопроса, ответа на который у многих людей нету даже и к концу жизни. Что такое счастье? Ну, вопрос-то не новый, вопрос-то вечный. И мы с вами знаем, да, что есть огромное количество больших людей, которые старались ответить на этот вопрос, и так и не дошли ответы. И в моем детстве был такой дяденька Аркадий Петрович Гайдар, который в свое время сказал, да, что счастье каждый понимал по-своему. И я абсолютно точно, мне кажется, для себя знаю, что такое счастье. Это когда ты живешь так, как ты хочешь жить. Когда у тебя есть возможность свободы жить так, как ты хочешь жить. Вот для меня это счастье. Не составляющие, которые обычно перечисляют, знаете, счастье это вот... Есть когда кого любить, что делать и на что надеяться. Ну, есть же еще Василий Макарчукшин, есть же еще когда ты идешь там, как там, на работу счастливым и с работой возвращаешься тоже счастливым. Не знаю, мне кажется, что счастье, оно же в атмосфере, оно в том, как ты живешь, в том, как ты чувствуешь. Как его можно разбить там? Когда ты живешь так, как тебе хочется, вот это и есть счастье для меня. А что такое счастливое детство? И вот счастливое детство очень пересекается с этим. Чаще всего мы родители... Вот здесь же можно с разных точек зрения посмотреть. Если мы посмотрим с точки зрения родителя, мы, кажется, хотим ребенку дать самое лучшее. И что такое самое лучшее, это опять же каждый понимал по-своему. Мы хотим как можно больше предметов, мы хотим как можно больше знаний, мы хотим как можно больше всего. А он родился для того, чтобы пройти свой путь. И он его будет выбирать, как хотелось бы нам или не хотелось бы нам, он его будет выбирать сам. Но мы сегодня вряд ли, кто-то из нас вообще считает, что ребенок рождается вот тогда, когда он рождается. Да, 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 в день рождения. Ну да, в день рождения. Понятно, что детеныш живет, чувствует там, где... И то же самое, что живет и чувствует в его маме внутри. И когда мы говорим о том, что мы выращиваем ребенка, мы говорим о том, что мы создаем среду, в которой он растет. Вот он там в тепле у мамы вырос, он послушал, допустим, самая лучшая мама. Мама слушает классическую музыку, мама смотрит хорошее кино, мама общается с позитивными людьми. Прекрасно. Ребенок родился, что дальше? Вот он пережил вот эту стрессовую ситуацию, когда он... и все. И мамы тепла, вот этой защищенности ее нет. В этот момент я убеждена, что родители... Задача наша, как мам, как, ну, не знаю, пап, доносить этого ребенка. Понимаете? Доносить, докахать, долелеть, долюбить. Это может быть первые там полгода, пока ребенок еще ничего не может. То самое базовое доверие к миру, когда должно сформироваться, вот оно формируется там, где есть вот это докахание, долюбовь. Там, где ребенок чувствует себя в безопасности. И вот когда мы говорим о том, что счастливое детство, это вот первый момент, это тогда, когда рождается доверие к миру, вот это первоначальное. Вот если оно родилось, их видно. Они когда приходят в садик, вот, допустим, к нам, да, их видно. Они приходят открытые, они приходят счастливые, они приходят... Бесстрашные. Бесстрашные. Так откуда же страх? Страх рождается там, где опыты. Там мы, взрослые, набрались уже всякой всячины для того, чтобы был страх. Вы упомянули, что у родителей есть абсолютно естественное желание дать ребенку самое лучшее. И вот, ну, общаясь с родителями, одна из таких тем, которая часто всплывает, про то, что, ну, немножко перекос какой-то в сферу развития, да, что, ну, эти развивашки там буквально с полугода, с трех месяцев, и бассейн, и китайский, и все на свете. Как по-вашему это вот содействует вот этому счастливому детству? Ну, вы знаете, я не могу сказать, Катя, что есть хорошо, есть плохо. Что 13 штук, там, кружков, это плохо, а два кружка и родительская любовь, это хорошо. Ведь ребенок разный. И когда, я помню, когда мы с родителями разговаривали, открывали первый свой садик, у меня же, я же через все это прошла, когда нам хотелось как можно больше набрать, там и ментальная математика, там, ну, в общем, все, что можно было. И когда стало понятно, что есть смысл прислушаться к детенышу. И когда мы, было родительское собрание, знаешь, не могу не поделиться, потому что мы с родителями разговариваем, что мы не учим ребенка читать, не учим писать, потому что это задача школы. Мы говорим, что мы психологически готовим его к какому-то периоду, например, к переходу в школу, к примеру, да? И мама мне задает вопрос, очень логичный, очень правильный вопрос. А если мой ребенок хочет читать в 3-4 года? И тут я вспоминаю, что я сама начала читать в 4,5 года. И почему бы нет, называется, ну, это что произошло? Мы услышали ребенка. Интерес его. Конечно. Когда мы говорим про осознанное родительство, это что же такое очень модное слово? Осознанность, это мы куда возможно, туда и... Лепим. Лепим осознанность. Но это очень важное слово. Что такое осознанность? Когда ты оглядываешься, как твой каждый шаг повлияет на твоего ребенка. Умение прогнозировать последствия своего выбора. Конечно, конечно. И, безусловно, не просто последствия своего выбора. А это же нюансы. Выращивание ребенка, если выращивание его назвать, это же нюансы. Это больше не те действия, которые мы совершаем, а больше как мы вместе с ним живем. Вот такая штука. Понимаешь? И поэтому, когда мы говорим, много надо занять ребенку или мало надо занять ребенку, посмотрите на своего детеныша. Ну, посмотрите, тянется он. И это у японцев же есть, по-моему, такая штука, что когда ребенку там полтора года, разложите перед ним там скрипку, мастерки, не знаю, кубики для строительства, книжки. Вот куда потянется, то и его. Но это очень такая простая, упрощенная форма. На самом деле, кому как ни маме, ни папе, а еще лучше близкому взрослому, которые... Ведь садик или какие-то там детские такие штуки, развивашки какие-то назвала, да? Это же люди, которые становятся близкими взрослыми ребенку. Потому что что происходит? Мама пришла в 8, если мы садик берем, да, отдала. Мама пришла в 7 часов вечером, забрала. Сколько времени ребенок со взрослым? 12. Очень много, да. 12 с родителем в осознанном состоянии, ну, то есть, когда ребенок не спит, он находится там 2-3 часа. Ну, если родители заняты. Это очень серьезная штука. Какому близкому взрослому мы ребенка доверяем? Что такое близкий взрослый? Что за среда создана там, куда мы детеныша отдаем? Вот отсюда все вопросы. Если этот близкий взрослый может подсказать маме с папой, что давайте попробуем ребенку, там, не знаю, предложить по-английски поболтать, потому что он к этому тянется. Ну, здорово. Ребенок взял, хорошо. А еще наша жизнь такая штука. Вот большой длинный коридор, в нем огромное количество дверей. Это наши возможности. Чем больше возможностей ребенок открыл, тем больше ему в чуть-чуть больше старшем возрасте, тем больше у него возможностей выбирать. Вот про выбор хочу поговорить, потому что такая тема тоже запрашиваю. Да, вот я хочу научить своего ребенка выбирать. Там все, профессию выбирать, вообще существовать этот выбор. И я смотрела интервью Димы Зицера, он, значит, рассказывал про свое пространство апельсина, и он говорил, что вот люди боятся, что типа 4-летний ребенок, маленький, будет выбирать. Ну, типа, а почему нет? Вот у нас 4-летки выбирают себе обучающий план образовательный, да, что они куда будут ходить. То есть, как вот ваше видение, как обучать малышей, да, выбирать, ну, детей? Ну, вот прям очень непростой вопрос. Понятно, что детеныш, когда будет жить, он будет взрослеть, он будет брать свой опыт. Но первые, особенно 3 года, он берет из той среды, которую создали мама с папой. Понимаете, и когда мы говорим дать ребенку больше выбора, он растеряться может с одной стороны, а с другой стороны больше выбора – это здорово. Это вот те самые двери, о которых я говорю. Чем больше он двери откроет, тем больше он почувствует. Ну, только не надо… Здесь такая сложная есть позиция, когда мы говорим, ну, что же ты, ты начал заниматься там, не знаю, мячик пинать, почему ты бросил маленькому ребенку? Ты же должен довести до конца. Такая позиция взрослого, понимаешь? Эта позиция правильная, но она правильная лет после семи. Тогда, когда произвольность, то есть возможность отвечать за свои действия, тогда, когда произвольность у ребенка уже должна быть выстроена. Ну, по всем психологическим особенностям возраста, к семи годам, когда учебная деятельность начинает превалировать над игрой, уже произвольность как бы выстроена. Вот тогда можно начинать с ребенком говорить, давай будем доводить там до конца. А это он пробует. Ну, откуда мы знаем, мы взрослые, откуда вы, Катюр, знаете, что яблоко, не знаю, сладкое, и что оно есть кислое, потому что вы когда-то его откусили. Поели, да. Ну, Ева там, когда? Потому что она нарушила какие-то запреты, взяла и откусила. Поэтому, если ребенок не попробует, вот в этом плане Дима прав. Тот опыт, о котором ты говоришь, если он не попробует, он не будет знать, что это такое. Чаще всего мы, родители, что делаем? Мы хотим вырастить из ребенка то, чего у нас не получилось. Компенсировать. И кажется, что мы больше дадим ему возможности для счастья. Ну, в этом есть, конечно, правильная составляющая, когда хочется, хочется, хочется. Ну, дайте ему возможность. И он из этих возможностей выберет сам. Вот это круто. И с ответственностью, видимо, то же самое. Чтобы воспитать человека ответственностью, надо возложить других путей. Ну, друзья мои, ответственность такая штука, которая как раз воспитывается. Ну, скажем, ответственность перед взрослыми какая-то, да? Если ты пообещал, там ты сделай. Какие-то вот такие вещи. Очень важно обратить внимание на те мелочи, которые происходят, да? Вот я бросил фантик, иду по улице. Я бросил фантик. Пошел дальше. Мама что? Не обратила внимания? Ну, мелочь. Что из этого растет? Из этого растет. У ребенка отложилось на опыте. Это можно. Это не значит, что нужно ругаться. Это значит, что нужно объяснить. И вот тут мы подошли к очень важной вещи, если говорить про ответственность, если говорить про выбор. Очень важная вещь, что ребенку есть смысл объяснять. Не просто запретить. Ну, я знаю, в моем опыте мамином ровно такая же была штука. Вот он не хочет и не хочет делать. Я знаю точно, что это нужно сделать. И я начинаю реагировать, потому что я тебе сказала, я знаю лучше. Послушай меня сейчас. Авторитарное воспитание. Это такая... Ну, есть такие моменты, когда ты, ну, блин, ну не успеваешь объяснить, рассказать. Но ты знаешь, что это делать нельзя, это опасно. Вот это не самый хороший вариант. Очень важно, чтобы ребенок тебя понимал. Найди это время, найди эти три минуты. Объясни, расскажи. Почему? Ну, это не значит, что он завтра тебя начнет слушать. Но это значит, что будет накопительный эффект. Он будет это брать. И мудрый родитель, который интуитивно это чувствует, он где-то найдет вот ту самую золотую середину, то самое сечение, от которого зависит правильность строения. Но это очень важно чувствовать, видеть тогда, когда он прям совсем маленький. И когда он понимает, что... Много очень спорных вопросов. Тот же фантик на улице. Когда ты, мама, четко знаешь, ты четко понимаешь, что это твоя планета. Да. И как бы осознанная мама понимает, что на этой планете нет смысла мусорить, потому что это твоя планета. Но вот тогда твой ребенок это почувствует прям кожей, потому что мама не прошла мимо того, что лежит. Понимаешь? Вот про что. Отсюда выбор, отсюда ответственность, отсюда все составляющие, которые от тебя, от мамы. Еще одна из таких вот популярных тем между родителями и образовательными пространствами, даже, ну, неважно, школа, частная школа, сад, кружок, что, поскольку вы говорите, что действительно все взаимосвязано, все перетекает, и что у родителей, у многих нет понимания, что рационально и логично ждать от образовательного пространства, а что может ждать только семья. Вот. У вас есть какое-то понимание? Вы с родителями когда общаетесь, ну, то есть, что вот здесь мы бессильны, да, здесь вот только семья. Ну, опять скажу про... Повторюсь, вернее, чуть-чуть. Ну, нет таких жестких граней, которые сказали бы, вот семья, это здорово, вот когда семья, вот это может воспитать семья, а вот это может воспитать пространство, которое ребенок попадает еще. Вот то, что я говорила несколько минут назад, то, что называется базовым доверием к миру, это, конечно, прежде всего из семьи. Ну, давайте представим себе случай, когда ребенок родился, а с семьей, ну, семьи нет. То есть в этой ситуации мир, который его окружает, среда, которая его окружает, становится той самой средой, в которой либо есть предпосылки для базового доверия к миру, либо их нет. Но прежде всего, конечно, базовое доверие к миру формируется вот там, в семье. И оно формируется не тогда, когда ребенок родился. Опять повторюсь. Оно формируется тогда, когда мама носит, папа ждет, когда это все любовь, понимание. Это очень серьезная тема. Потому что если у ребенка до полугода вот это базовое доверие к миру возникает, ну, это как хороший фундамент для дома. Вот я когда первое здание строила свое в этой жизни, в своем бизнесе, да, и я получила в наследство плохой фундамент, которого я не увидела, и пришлось потом металлом затягивать, знаете, такое вот. Это то же самое происходит с детенышем. Если вот это базовое доверие к миру есть, ему легче потом выстраивать свое здание жизни. Ему выстраивать, понимаете, не нам для своих детей, а ему потом легче выстраивать, потому что у него вот этот вот фундамент надежный. А если нам не удалось создать, то тогда вот тогда присоединять, есть смысл всех. Искать какое-то пространство, там, где с детьми занимаются, где вот это может поддерживаться. Пересмотреть свои подходы, пересмотреть подходы там близких, взрослых, которые были в тот момент, когда не сформировалось это. Поэтому вот этот важный компонент, если он есть, то тогда легче танцевать. Ну и что такое, как это, всегдашние отцы и дети, семья и школа. Ну это же, если я родитель любящий, искренно, истинно любящий и грамотный, я не побоюсь этого слова, то я однозначно буду искать среду. Я однозначно буду искать среду, не самое престижное учебное заведение. Я никогда не забуду, как в имку пришла мама и сказала, ну конечно, у вас же здесь самое престижное заведение. Вот важно, ты пришел, ты почувствовал там тебе тепло, ты почувствовал, что твоему ребенку, у нас же разные у всех цели, у всех цели разные, у всех позиции разные по воспитанию к ребенку. Если тебе нужна дисциплина, ты пришел, допустим, в кадетский корпус и почувствовал, что это твое, с Богом, ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы в твоего ребенка окружала вот такая вот определенного уровня культура. Мерархия. Хорошо. Если ты очень... Сейчас чуть-чуть перебьюсь, сама себя перебью. Что сегодня происходит? Я недавно наблюдаю, ребенок приходит в садик, мама оставляет, и он начинает капризничать. Причем капризничать некрасиво, когда вот это вот все, ты плохая, ты вот это вот. Ребенок имеет право злиться. Что делает мама? Мама говорит, ты сейчас чувствуешь обиду. Да-да, это же сейчас модно. Это же сейчас, это же такая забавная штука. Ты сейчас чувствуешь обиду. Вот ребенок в гневе будет рассказывать сейчас, что он чувствует обиду. Давай поговорим об этом. Давайте поговорим об этом. То есть мы, мы мамы все сегодня такие немножко психологи. Мы очень много начитались, мы очень много взяли. Это хорошо. Это хорошо. Но очень важно включить мамину интуицию. Это прям вот без этого невозможно. Да ты в этот момент его просто обними, ну просто прижми. Придет время, он успокоится, и ты с ним обязательно поговоришь, что он чувствовал в тот момент. Ну, это все та же самая родительская грамотность. Но она не из книжек берется. Она берется из взаимодействия между мамой, близкими взрослыми, тем пространством, папой, тем пространством, в которое попадает ребенок, если мы пространством называем, ну скажем, детский сад, или там центр развивающий какой-то. Вот ты приди, почувствуй, что атмосфера совпадает с тем, что ты хочешь дать своему ребенку. И вот тогда вот этого противоречия между семьей и школой, ну, не могу сказать, что не будет, но оно будет мягче. Вот так. И само это просто трудно, принято с приоритетами. Значит, хожу по кружкам танцевальным, где берут детей, и, значит, и вообще, ну, очень трудно понять, на что ориентироваться, потому что вот, опять же, да, приходишь звездный, там коллектив, выступления, медали, кубки, все на свете, но там, допустим, муштра, ну, прям реально такая серьезная, и вот, как бы сказать, стиль общения педагогический, ну, у хореографов это часто, там руки грабли, там все, как бы, но у меня есть, у меня есть, ну, как бы пожелание, мне хотелось бы, чтобы ребенок танцы полюбил, и я вот, и я не понимаю, ну, полюбит она или нет, то есть, полюбит ли она через достижение, да, стоя на сцене, получая эти медали, или ей нужен какой-то педагог такой, который вот сам, прям обожает это дело, в общем, сложно, а некоторые, допустим, ну, вообще непонятно, что делать, то есть, не пускают родителей, то есть, там они занимаются, что-то, что там происходит, тебе вообще не показывают, вот, поэтому с вот этими неочевидными критериями выбора образовательного пространства, это прям, прям трудно. Ну, на самом деле, с ребенком все трудно, по большому счету, но с другой стороны, бесконечно классно, и бесконечно радостно, ну, я просто здесь поделюсь, это вопросы, я так понимаю, прозвучал, как выбрать, как-то, на что ориентироваться. Катюша, разберитесь в себе, вы чего хотите, вы чего хотите, потому что ваш ребенок еще пока не может это выбрать, даже на уровне интуиции, потому что она у него, как бы, ну, может быть, из других жизней где-нибудь пришла, допустим, я могу допустить, да, но в этой жизни у него вот этого минимального опыта его еще нет. Я очень хорошо помню своего ребенка, когда я привела ее в гимнастику, она у нас была абсолютно гуттаперчивая, ну, то есть вот дверной проем, она как обезьянка могла по нему подняться, там сесть на шпагат без вопросов. И это была художественная гимнастика. В художественной гимнастике чаще всего вот это и происходит. Дверь закрывается. И однажды, в тот момент, когда она первый раз пришла домой, плакала, и я решила нарушить все запреты, подошла и подслушивать к двери. и увидела собственного ребенка, ее тянут, ну, это нормально, ее тянут, это больно, она кричит, я не хочу. Вот в этот момент у меня, как у мамы, должен был возникнуть выбор. Я хочу, я в этот момент хочу для своего ребенка что? Я хочу ее гармоничного развития или все-таки я хочу каких-то достижений в спорте? Я себе ответила на простой вопрос. Я хочу гармоничного развития собственного ребенка, захочет она там в 6-7 лет, она сама определится с тем спортом, допустим, который будет нужен. Это моя установка. Но мы знаем много другого, мы знаем Моцарта, которого там с трех лет ему штровали, и, ну, кто его знает, он от любви ли это все создавал. Вот. Это наш родительский выбор, что мы для себя возьмем и что мы считаем успехом в конце концов, потому что мы в результате что хотим? Чтоб наш ребенок стал успешным. Это любой родитель, реализованным. Хочет, чтобы ребенок стал успешным, реализованным. Что мы в это вкладываем? Какие ценности, какие цели мы для себя ставим? Это отразится все на нашем ребенке. Карьера, ну, здорово, карьера, она отразится на собственном ребенке. Он выберет потом сам, он все равно в 13-14 он перестанет вас слушать. Это 100%. Это нормальная вещь. Он выберет. Дайте ему возможность базового доверия, дайте ему возможность базового выбора, чтобы он потрогал. А потом он решит. Про то, что что-то там влияет из детства на наше будущее, я читала исследование. В этом исследовании было несколько пунктов. Одно из них – это питание, что недостаток или некачественное питание в детстве, потом во взрослом возрасте трудно компенсировать. А еще один пункт – это тоже, который супердраматичный и во взрослом возрасте терапия или терапия все равно драматично отражается. Это буллинг. То есть, когда человек попадает в ситуацию травли или даже свидетельствует ее, потому что травмы свидетеля тоже никто не отменял. И поэтому я как родитель, допустим, ожидаю от образовательного пространства любого и то, что я сама не могу дать ребенку, ну там в семье совершенно точно, это какой-то коллектив. Ну то есть, сейчас семьи все молодетные, понятно, что мы не можем сразить футбольную команду, где бы он там как-то и выстроить там ее под свои какие-то ценности. Так вот, здоровый коллектив, насколько это важно в образовательном пространстве, на что обращать внимание, чтобы диагностировать, как там коллектив здоровый это или не очень, и как вот вообще коллектив, как актор вот этого возрастления, становления, как он влияет на человека? Ну вот я нырну немножко, давайте, если ты позволишь поглубже, потому что, и задам вопрос, что отличает человека от животного прежде всего? Опыт социализации, человек может стать только рядом с человеком. Социализация, безусловно, что мы на сегодняшний день имеем, к сожалению, мы отчасти имеем опыт нарушения социальных связей, коммуникаций и всех прочих вещей. И высокий уровень оси. Вот. Это одна из тем, о которых, в принципе, можно говорить вообще отдельной темой, но я отвечу на вопрос по поводу коллектива. Ну, наверное, было бы забавно сказать, что человеку не нужен коллектив, ребенку не нужен коллектив, это, конечно, безусловно важно. Вот вы приходите, приводите ребенка в коллектив, в любое образовательное учреждение, вы смотрите не на перечень услуг, это все круто, вы чувствуете атмосферу своим сердечком, чувствуете атмосферу, как здесь. И ребенок пришел после первого, второго дня, и вы почувствуете либо тревогу, как мама, либо удовлетворенность. Да, он в первый день может и плакать, потому что адаптация же будет проходить, да. Но вот эта вот грань между тем, какие слезы у ребенка, она тоже есть. Или это слезы от того, что я расстался с мамой, или мне плохо. И вот этот вот момент очень чуткого чувствования, когда ребенку плохо, ведь знаете, что иногда проходит? Мы отдали ребенка в очень хорошую школу. Ну, прям базово хорошую. Они говорят, она дает олимпиадников. Это то же самое, что с гимнастикой, там с бальными танцами и все такое. Она дает олимпиадников, она дает там что-то еще и что-то еще. А ты понимаешь, что в этой школе твоему ребенку дискомфортно. И вот к этому есть смысл быть внимательным. Я с горечью могу сказать, что сегодня, например, в нашем пространстве мы вряд ли найдем в школу, или, да, где бы... Я бы давно почитала эти... Которая бы соответствовала, допустим, нашим материнским запросам. Здесь трудно дать какой-то совет. Попробуйте максимально больше быть со своим ребенком. Вы все равно отдадите его в школу, потому что ему нужно. Все говорят сегодня про семейное воспитание. У нас была тема частной школы и есть опыт частных школ даже в нашем городе. Комментировать это все не буду. Без... Без участия мамы, папы в процессе образовательном вряд ли мы найдем то самое идеальное пространство, в которое мы хотим, чтобы поместился наш ребенок. Где бы ребенок развивался личностно, где бы ребенок получал высокий уровень знаний, где бы ребенок общался со взрослыми, с которыми достойно общаться. Ну вот единственный совет здесь это просто самому чувствовать атмосферу заведения. Самому чувствовать, приходить, да, слушать, да, смотреть, да, если вам запрещают что-то в этой школе или в этом центре, ну, у этого есть основания. Очень важно понять, почему. По поводу буллинга даже говорить не хочу, потому что буллинг, буллинг тема, во-первых, она большая. Во-вторых, это тема нам, мамам с папами тоже задуматься, почему это случилось с нашим ребенком. Ведь наше пространство, оно создано из, сплетено из энергий, которые идут, ну, от нас. Ну, давайте согласимся, что лет до 10-13 энергии, которые живут в нашем ребенке, это наше пространство. И очень важно подумать, как обезопасить нашего ребенка, да. Понятно, что тема непростая, понятно, что тема возможна со специалистами. Но если вы в какой-то момент почувствовали, что пространство опасное, ну, зачем вы оставляете там, собственно, вот это я не очень понимаю. По питанию. Слушайте, для меня, для самой недавно это стало большим открытием. Питание – это не просто основная составляющая, и не просто это потом трудно исправить. Это, ну, вот как машина. Я очень люблю руль. И я стараюсь свою машину кормить хорошим питанием, да, с хорошими мастерами общаться. Очень часто мы, это такой расхожий пример, очень часто мы к своему собственному телу относимся иначе. Где-то бургер, где-то брембер, где-то, не знаю, еще что-то. По детям, ну, это картошка фри бесконечная, вот эти все пиццы. И с этим очень трудно справиться. Почему? Что на моих глазах происходит? Все ли мы понимаем, что быстрофуд – это… Не очень полезно. Не очень полезно. Да. Ну, вот, наверное, все, кто вот здесь вот сейчас сидит, скажут, да, конечно, это вредно. Вопрос возникает. Когда вы с ребенком идете гулять, вы куда заходите? Где вы берете что-то домой заказывать? Ну, там, вкусная точка. Ки-вси. Ну, потому что ваши вкусовые сосочки, понимаете, на это реагируют. Вот. И поэтому в момент, когда мы рассуждаем и разговариваем, вот мы с Катей здесь, мы понимаем, да, как это вредно. Когда мы в практической жизни гуляем с детенышем, мы взяли колу, мы вечером пришли… Хочется его порадовать. Вот. Это называется выбор радости. Понимаешь? Это называется выбор радости. А есть еще чем порадовать, может быть? Это вот к тому вопросу о выборе, о котором мы говорим. Или мы пошли семьей посмотреть книжку дома. Мы чего набрали? Мы набрали пепси и набрали кукурузы. Ну, если кукуруза, это еще как-то там отчасти полезно. А что происходит внутри? Почему сегодня так много нутрициологов? Почему сегодня хейлс-коучи это такой расширяющийся, такой расширяющийся сегмент? Потому что сегодня от физического здоровья нашего зависит наше внутреннее энергетическое здоровье. Об этом мы тоже очень редко задумываемся. Когда мы говорим про единство разума, духа и тела, мы очень редко вкладываем в это физическое наше здоровье. А что такое вот это все? Храм души. А мы в этот храм с подсолнечным маслом горячим. И чем больше сегодня молодых ребят, молодых мам, молодых пап понимает, что вот что мы сейчас заложим, то же самое ребенок будет кушать потом. Вот я и за ними наблюдаю здоровое питание, вкусное, домашнее. Условно говоря, у нас в садике, да? Он покушал. Ну, мама приходит, и он с мамой несется куда? Мама, я хочу чего-нибудь вкусненького. Я побежал за бургером, я наконец-то дорвался. Я побежал за бургером. Ну, вот. Ну, просто подвох еще в том, что даже счастье, базовое состояние счастья, оно связано со здоровым микробиомом кишечника. Вот в чем подвох. Безусловно. Безусловно. Я еще хотела спросить рекомендации. Ну, то есть, у нас сейчас родители осознанные, они любят почитать, посмотреть что-то, чтобы вы, вот как практик, создатель образовательных пространств, рекомендовали почитать родителям, чтобы как-то успешно. Вы знаете, сегодня рынок настолько переполнен литературой, которая позволяет молодым родителям быть грамотными, что очень трудно что-то посоветовать, а я бы вернулась к человеку, которого я бесконечно люблю и бесконечно уважаю. К сожалению, ее сейчас нет с нами. Это наш научный руководитель Лена Евгеньевна Кравцова. Это внучка Льва Семеновича Выгодского. Больше, чем Выгодский, для ребенка вряд ли кто-то еще что-то придумал. Поэтому, когда мы говорим о состоянии пространства вокруг ребенка, мы говорим о том, что, ребят, ну это просто, это игра, любовь, ну мы можем добавить сюда там здоровое все, что касается тела. Игра и любовь, это очень просто на самом деле. И когда мы говорим, почитайте, у Елены Евгеньевны Кравцовой есть книжка «Разбудить ребенка-волшебника». Ух ты, красиво. Это развитие воображения. Это просто. Это очень важно. Это развитие воображения. Мы сегодня не имели бы вообще ничего, если бы среди нас не было людей, которые умеют мечтать, создавать, вот это все. К сожалению, где-то лет после десяти очень стухает этот процесс. И поэтому в процессе ребенка, вот он родился, дайте ему возможность пофантазировать, дайте ему возможность поиграть, дайте его повоображать. Ну, смотрите, Дед Мороз в садике, именно в садике, да, сидит девочка, и она говорит, о, это же Марья Ивановна. И в эту же секунду, вот в эту же секунду, когда Дед Мороз что-то начинает делать, это Дедушка Мороз. Вот этот вот момент одновременного состояния в сказке и в реалиях, это есть только у детей. Дайте возможность наиграться. Это великая вещь. Поощряйте, поощряйте воображение, поощряйте фантазию. Но в том возрасте, когда это вот лет до пяти, шести, семи, восьми, десять, это уже более такая серьезная штука. Замечательно. Мне кажется, прекрасное послание. Спасибо большое за эту беседу. Хочется надеяться, что счастливое детство для многих детей станет возможным. На этом наш проект подходит к концу. Спасибо большое, что вы были с нами. Надеемся, мы были вам полезны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok